Сегодня красноярские журналисты провели эксперимент, на каком транспорте лучше добираться до работы в центр в утренний час пик. Для опыта выбрали автомобиль, автобус, троллейбус и велосипед. А еще один экспериментатор побежал. Гульнавс Галямова очень удивилась результатом. На своих двоих-то оказывается быстрее, чем на колесах. Пол девятого утра сбор у корпуса СФУ в Студгородке. Сотрудники городских новостей решили проверить, какой транспорт самый быстроходный в утренний час пик. Добраться нужно до арки у БКЗ. Купив по дороге родную газету. Азарт! Внимание! Марш! Ирина, замглавреда, отправится до пункта назначения на личном авто. Еще двое сотрудников на общественном транспорте. Троллейбус подходит первым. Хотел поскорее приехать на восьмерке, но троллейбус не дождешься. Поэтому пятерка с пересадкой через Красную площадь, там на семерку и на место. Следом едет еще один участник эксперимента на 63-м автобусе. Он, в отличие от троллейбуса, идет по Копыловскому мосту, на котором сегодня, удивительно, нет пробок. Явно не первый, да, наверное, что автомобиль все-таки быстрее ездит. Но я думаю, что и не последний. Велосипедист сразу решил объехать возможные заторы. По набережной почти тем же маршрутом отправился и самый отчаянный участник Александр. Судя по навигатору, бежать ему не меньше 7 километров. Я обычно езжу на работу, на электричке, но просто бегать люблю. И вот коллеги мои попросили меня принять участие в нашем эксперименте. Подумал, почему бы и нет. Первой, через 25 минут после старта, на место прибыла автомобилистка Ирина. Уверяет, увидев, что пробки нет, решила не торопиться. Через несколько минут финишировал и велосипедист Сергей. Я на мигающий зеленый даже старалась не ехать. Я везде останавливалась. И, честно, ну как обычно, пропускала всех пешеходов. Я не только заезжал за газетой, я набирал водички, чтобы попить по дороге. Остановился, чтобы сделать пару интересных кадров. Потому что украшения для Нового года до сих пор не сняли в нашем городе. Ну и снимал видео. Я, наверное, первый. Две пересадки, один счастливый билет. Куча бонусов от этой поездки я получил. Третьим до пункта назначения добрался участник, ехавший на автобусе. Ему пришлось еще и прогуляться пешком от остановки. Следом за ним добрался, нет, добежал еще один экспериментатор. Путь от студгородка до БКЗ он преодолел за 45 минут. И самое последнее место в гонке занял троллейбус. А что вы не встречаете? Ну что ж, сегодня еще раз было доказано преимущество скорости перед другими видами транспорта автомобиля. Хотя, на мой взгляд, все дело в отсутствии пробки на Копыловском мосту. Но каждый красноярец наверняка знает, что в городе бывают такие заторы, что лучше добираться до работы на своих двоих. Гунас Галямов, Владислав Откудинов и пять смелых экспериментаторов из газеты «Городские новости». А я вот после этого задумываюсь, может быть, стоит добираться до работы на велосипеде.